Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Сейчас зачитаю, какие вакансии у нас появились по визе H1B. Рабочая виза. Ее сложно получить. Вы должны быть специалистом в своей области. В основном все-таки визы H1B даются для айтишников. Но вот этот список, который я зачитаю, здесь 10 вакансий, говорит о том, что не только айтишники могут получить визы H1B. Я не буду называть название компании, потому что это наш бизнес. Мы занимаемся предоставлением джоп-оферов для H1B визы. И я только назову область и кто требуется. Зарплаты обычно от 80 тысяч долларов и выше. Ну вот, например, на пятую вакансию в IT-компанию. Здесь, как раз, IT-компания. Здесь нужен будет бухгалтер. 96 тысяч в год. Вообще, конечно, зарплаты по H1B визе высокие. Но и получить эту визу очень сложно. Во-первых, есть квота. Во-вторых, нужно пройти иммиграционную службу. Нужно, чтобы все документы были оформлены правильно. Нам, конечно, обязательно нужен иммиграционный адвокат. Если вам такой адвокат будет нужен, то мы можем тоже вам помочь с ним, который специализируется на рабочих визах. И давайте я сейчас зачитаю тогда, какие есть вакансии. Значит, первая компания IT-шная, требуется технологический аналитик и системный инженер. У них везде вакансии. Вторая компания требуется им бизнес-аналитик. В третьей компании нужен проект-менеджер, то есть человек, который отвечает за какой-то проект. Вот четвертая интересная вакансия. Компания занимается производством кино, и им нужен стилист. Я так понимаю, какой-то человек, который понимает, как это делать прически актерам, может быть, гример. В общем, более детально нужно просто углубляться, запрос делать в компанию и получать более подробную информацию о том, какая должна быть. Ой, должен быть человек, отвечающий под эту специальность. Ну, пятое я вам сказал, это IT-компания, нужен бухгалтер, вот тоже парадокс для меня. То есть, казалось бы, бухгалтеров полно в Америке, и многие люди учатся на бухгалтеров, но почему-то они ищут человека вне Америки, готовы оформить ему визу. Может быть, какой-то бухгалтер со знаниями и бухгалтерией других стран, возможно. Потому что эта компания международная, она работает практически во всех странах мира. Следующая, вакансия шестая, университет, большой американский университет. Требуется ассистент-профессора по международному ресерчу, то есть международному поиску информации. Дальше, седьмая, это большая бухгалтерская компания, очень большая, известная, нужен менеджер. Дальше, восьмая, вакансия. Ну, вот здесь, я так понимаю, это лицензионная специальность, то есть нужна, чтобы у вас была лицензия. Обязательно нужен физический терапевт в компании. То есть это, название не похоже на медицинскую, хотя, возможно, так просто называется, госпиталь, юридическое лицо такое. Дальше, девятое, это компания бухгалтерско-юридическая, и здесь требуется ассистент. И десятое, это тоже университет, другой университет, какой-то четвертый, нет, шестой, по-моему, был тоже университет. Тоже нужен ассистент-профессора университета. Ну, вот, краткая информация о том, что есть в базе данных. У нас очень много вакансий есть, вообще найти вот эти вакансии очень сложно, потому что, чтобы перелопатить вот эти все сайты, типа монстр.ком, эдит и так далее, их миллион, сейчас очень много новых сайтов появилось, мы делаем большую работу. И даем вот эти вакансии соискателям на получение работы в Америке, они уже связываются непосредственно с работодателями, проходят на собеседование. Кого-то берут на собеседование, кого-то вообще не берут, то есть смотрят их резюме и говорят, нам не нравится. Это не значит, что если вы заплатили деньги нам за ресерч, то значит, что вас взяли на работу. Гарантировать никто ничего не может, мы только даем варианты. Если вы хотите искать их сами, ищите сами. Но иногда люди думают, что если заплатил деньги, значит, мне там уже гарантированно не только работодателя нашли, но еще и визу получили, и некоторые даже думают, что им билет работодатель купил. Бывает и так, что билет покупают, но нужно пройти до этого момента этот путь сложный. То есть сначала собеседование, потом виза, а потом можно дождаться покупки билета. Если вы ценнейший специалист, то все это возможно. Но, как я уже говорил в начале видео, виза имеет квоту. Вы должны проксутироваться обязательно с вашим миграционным адвокатом, как правильно на эту визу подаваться. Потому что там очень много нюансов есть. И ваш работодатель должен стыковаться с вашим адвокатом. Он и платит адвокату за получение визы для вас. Спасибо за внимание. Если вам нужна работа в США, нужен поиск работы в США, то вы можете обращаться к нам по вайберу и ватсапу. Плюс 1 347 265 6186. Если будете писать в ближайшее время, пишите, пожалуйста, ватсап. У нас какая-то проблема с корпоративным вайбером. И сегодня даже поеду в вайберстор чинить его. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует...